Друзья, мы с Машей попали в необычное место. Маша, что за место? Это устрицы выращивают, это производитель. И их же будет открывать. Вот смотрите, их промывают. Вот это устрицы прямо, это их продукт. Видите, они пузырятся, тут можно ее, собственно, взять, ее погладить. Но она закрыта. Да, она закрыта, но чтобы сесть, нам нужно ее открыть. И вот в Умеце они стоят и открывают вот эти устрицы. Посмотрите, каким образом. Вы можете нам объяснить, как это работает? Да. В Умеце нужно открыть тенденку. Это это, который держит две коки. Да, нужно приколоть там, где у нее нога вот эта. И вот он подрезает и открывает. Ну, нужно приколоть ножичком намного ближе к этой ножке и вот так открывать. У него легко получается такой мастер. Он так проворачивает. книг. Вот девушка, смотрите, как открывается. У него там escargotы. Девушка такой вид могла бы в по-русски? Да, по-русски не говорите. Нет? Ладно. Вы похожа на русские. спасибо спасибо мидии они тут открытые закрытые что они тут и тоже как-то они закрыты вот их откроют они будут перчиком такого красноватого цвета еще сырая их не варит ничего не лимончиком да так давайте вино посмотрим с каким вином идет там я вижу нет холодильник есть различные вина то есть можно пробовать с мускатом есть и вино пик пуль до пине это винограда пикпуль который кстати в америке очень известен и очень любят как его там называют также называют пикпуль да это белое вино которое хорошо подходит к устрицам я думаю что мы бутылочку возьмем на мускат сладенькая практически дизель нет сухой мускат он не десертный она просто это тип винограда немножко кислорода отлично я думаю что нам будет интересно попробовать вино пикпуль потому что это местные вот тут такой антураж видите все на месте тут же они делают выращивают скармливают и если мы пойдем на улицу то мы увидим там да это обогреватель значит то мы увидим там много таких ферм и тут много туда пойдем вот одна видите красненьким там так теперь вот это наша солнце а там еще и еще и еще ну тут наверное вот пяток их тут есть пожалуйста ну что друзья для любителей экзотических транспортных средств значит мы показываем грузовичок вот тут по-французски на нем по написано вот номера все как положено рабочая лошадка устричного производства не только по соединенным штатам такие ходят вот и пожалуйста и по европе тоже ну что друзья вот она морская дичь то значит разные я смотрю скарготы как по-русски скаргот в общем вот 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 это вот ваголия скаргот устрицы мидии и сейчас мы все это будем поглощать отведывать я хочу сказать что последний раз мы такое ели когда были в париже и нас проинструктировали с каким вином там все дела и вот мы пошли специально там какой-то демар там чего-то он там был демар и фрук фрук демар какой-то ресторан прикольный у нас тут бутылочка есть так вот покажу вот бутылочка нам это это для льда для льда вот бутылочка у нас фиг пул пуль депинет блюди я без очков все же ладно вы видите друзья нам тут переносит а это не только нам хорошо мне еще не дали мою порцию вот вот у нас маша машинка вот два слова может быть французы как это употребляют может смотрите у вас абсолютно абсолютно просто вы подрезаете немножко лимончика хлебушек маслица вот этот хлебушек он вот нам для этих целей да 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 маслом его намазывать все вместе с вином это друзья уксус винный мало уксус винный а им куда им тоже в устрицу можно лимоном можно то есть это на выбор так хорошо как давайте давайте я еще раз показать демонстрируем ты сначала мы поливаем хорошенько эту листрицу там сок плавает потом мы подрезаем ее ножичком главное вот эту вот самую там где нож как ракушки из прицеп до ее полностью свежих на сладкая и самая плотная вот с моей точки зрения они не железистые они как раз вот такие плотно вот не за мне нравятся такие вот они видите как они не как желе какой-то плотненькую основу и вообще в норме надо просто так взять и выпить но я честно говоря люблю на вилочку хорошо с точки зрения полезных качеств и вот допустим вредно не полезно вот скажем можно вот сесть и сесть вот такую вот такое блюдо блюдо полное и это не будет перебор например на вами 10 граммов устриц в одной штучке это я бы сказала даже хорошие нулевки или единицы то есть это не маленькие устрица нормально двоечка это хороший двоечка это белки это белки которые еще содержат в себе массу микроэлементов причем биодоступных пхелатной форме которые усваиваемость у них 95 процентов поэтому они как раз как можно сказать вы съели витаминно-минеральный комплекс спасибо ну что друзья я вот для вас демонстрирую мысленно с вами я знаю что вы с вами вот передаю привет и не жалуйтесь потом что вы это перед сном смотрели это же ваш вопрос когда вы смотрите но даже если вы смотрите перед сном это не повод двигаться в холодильник вот если вы движетесь в холодильнику все равно тогда вот нам сейчас специалисты скажут уже на крайний случай чем похотчиво себя если чек-то в час ночи глядя на меня решил двигаться к холодильнику устрицей только только вот устриц нет не ходим в холодильник все спасибо это очень очень сильный такой мотивационный заход спасибо а